Всем привет, мои дорогие книгочитатели и некоторые олдфаги. Сегодня мы повторим некоторые даты ФНАФ, а если точнее даты создания аниматроников. Потому что я заметила, что некоторые олдфаги почему-то возмущаются из-за того, что фонтаймы созданы раньше золотых. Интересно, откуда они это придумывают? Вот если бы книги читали... Да, ведь там все прямым текстом написано, а так они смотрят на игры и не понимают, что происходит. В итоге получается такой конфуз. Вот же незадача. Ведь даже в трилогии был дан таймлайн о том, что золотые самые первые аниматроники. Ладно, это было странно длинное, недоумевающее начало. Но это раз оно не эпическое. Так что говорим мы сегодня именно о игровом таймлайне. Кстати, я буду даже немного рассказывать различные факты из трилогии. Начинаем! 1970-е. Золотые аниматроники. Их было по два. Фредбер и Спрингбонни. Прожженные костюмы и просто аниматроники на сцене. Это, пожалуй, самые старые и вспоминающиеся аниматроники. Легендарные в своей франшизе. Фредбер был маскотом Генри. А Спрингбонни у Иллима Афтона. Двух создателей аниматроников. И некоторое время люди недоумевали, как точно выглядит Фредбер. Омни, как его восстановили из кошмарного Фредбера. Такого было бы жутко увидеть на сцене. Но, к счастью, Скотт нам показал его во ФНАФ Утимейт Кастом Найт. Спустя несколько лет после того, как впервые был упомянут данный аниматроник. Что еще надо заметить, в трилогии дата та же самая. Как говорилось когда-то, начало было общее. Пока у Иллима не свело крышу. И вселенная не разделилась на две истории. Игровую и трилогию. 1973. Первая четверка. Фредди, Чика, Бонни и Фокси. Которые в 1907 году будут показаны как олд аниматроники. Их дата создания понятна по телефонному звонку из ФНАФ 1. И мультфильму из мини-игры ФНАФ 4. И даже была такая находка, где много раскрылось таймлайна. И была подтверждена данная дата. Между прочим, в трилогии классические аниматроники были созданы сразу такими, как из ФНАФ 1. Так как события там происходят в более скомканном временном промежутке. Нежели в игре. Они там были созданы где-то в конце 1983 года. Может в начале 1984. Начало 1983. Бэйби. Этого аниматроника любят и боятся многие. Раздвигающееся лицо и хвататель в животе. Это еще цветочки. Нудрявые пальцы. Почему меня вдруг сейчас бросает? Что касательно самого робота. Так как Шарлотта убита в игре после создания Бэйби. То сама Бэйби не является ее четвертым телом. Но учитывая то, что Бэйби создана для убийств. То это как бы говорит о том, что Уильям начал убивать до создания Бэйби. Таким образом возникает еще и целая ума теорий. Когда например Бэйби или же Лжи Чарли в трилогии была создана где-то в 1984 году. В принципе дата не так далека от игровой. Но в трилогии она как по мне была куда более крутая, нежели в игре. Она может становиться и игровой Бэйби, и просто Бэйби и же Лжи Чарли. Это реально потрясающе. Конец 1983. Марионетка. Она же была создана для защиты Чарли. После убийств, которые как раз и произошли до создания Бэйби. Это понятно по листам розыска и желания Генри защитить свою дочь. Что хочется отметить в трилогии, она не появляется, потому что там Чарли была убита самой первой. А в Фрайтах она тоже появляется. Именно она выгнула Уильяма и схлама Автона. Что подгоняет нас на то, что в Фрайтах марионетка играет ту же роль, что и в игре. Где-то в это же время, в конце 1983, были созданы твисты аниматроники. Учитывая мини-игру Моторист с закапанным аниматроником и издевательством над Майклом, что привели к кошмарам. Связь с местом убийства Чарли и той самой мини-игрой. Что хочется отметить в трилогии, твисты от аниматроники были созданы как раз в похожее время. Но были спрятаны самим Генри под его домом. А выбрались они из-под его дома в 1996 году, управляемый Спрингтрапом. Эти создания одни из самых загадочных и старых работ Уильяма Автона. Которые были оснащены дисками, меняющие их облик либо на очень грозный и кровожадный, либо на той аниматроников. Последнее, между прочим, было создано из оленей Уильяма. Так как всех этих прекрасных персонажей могла создать иллюзия. Это аниматроники с потрясающими механизмами движения, что не были ограничены, нежели создания Генри. Данные аниматроники являлись пружинными костюмами. Но, конечно же, они были слишком большие, чтобы их мог носить человек. Из-за чего Уильям использовал их как смертельный капкан для пойманных ими людей. Фантайм же аниматроники были созданы в промежутке 1983-1986. Фредди, Чика, Фокси, Баллора, Мини Ирины и Бидди Бабы. Они созданы наподобие самой Бэйби. Что хочется заметить, все роболюди, что встречаются во ФНАФ, абсолютно всегда имеют в себе диск для маскировки. Что уже наталкивает на уникальность Баллоры. Особенно, если смотреть на трилогию. Ведь в трилогии Баллора не появляется чисто из-за ненадобности. Что заставляет нас всех начать размышлять, кем же на самом деле является Баллора. Для чего она была создана. Но, похоже, ответ был дан во Фрайтах, когда нам рассказали о ней историю. Посмотрите все видео об этом. Сами же фантаймы имеют интересную структуру корпуса, что остается жуткой по сей день. Их эндоскелет не просто так состоит из проводообразной конструкции. Это решение было удобно для Уильяма, дабы помещать и извлекать из этого ремнант. Такая система могла обеспечить движение ремнанта по всему корпусу, как и движение самих проводов. Дабы их можно было извлекать и перемещать, так же соединять друг с другом. Кстати, похоже, именно для этого и был создан раздвигающийся корпус, дабы извлекать и захватывать ремнант. В трилогии фантаймы были созданы в 1997 году. И между прочим, из классических аниматроников. И тут уж разница аж в 10 лет. Но там зато было куда более ясно показана вся суть Мангл. В 1987 год. Той аниматроники. Фредди, Чика, Бонни, Фокси. И переделанная марионетка. Сама, ну или сам Фокси. Создание из олд аниматроников. Посмотрите это видео. Мангл является носителем ремнанта. Что было доказано в Офнаф А.Р. И что интересно рассмотреть, это основа. Данных аниматроников должен был создавать сам Уильям Афтон. Что было сказано в самой игре. И если смотреть по книгам, их связь с твисты и аниматрониками. То они должны были быть сделаны именно из них. Что было бы как раз очень логично и понятно. Ведь в них нет душ детей. В них скорее просто агония от убитых ими когда-то людей. Ну или от самого Майкла. Которого они когда-то пугали. 1992. Классические. Ну конечно тут надо более углубиться в то, как они были созданы. После событий ФНАФ 2 их решили переделать. Но судя по этой мини-игре сначала они были немного другие. И только потом в 1993 году они уже пристали перед нами как классические аниматроники. Что насчет Голдена Фредди. По своей сути это Фредбер костюм из закусочной Фредбера. И его да переделали в классического Голдена Фредди. Что как раз и рассказано даже в трилогии. Кстати интересный факт. Имена персонажей игры мы узнали именно из трилогии. В игре их назвали позже. Казалось бы к чему бы это. 2000 и дальше. Рокстеры. Фредди, Чика, Бонни, Фокси и Левша. Судя по недавним новостям. Они были созданы под дизайн оригинальной четверки от аниматроников. Что я как раз когда-то предполагала. Это создание самого Генри на момент пиццерии симулятора. Также им были созданы и остальные аниматроники как Счастливая Лягушка, Чиппер, Нэт и так далее. Их там слишком много. Касательно самого Левти. Это отдельный аниматроник относящийся к Рокстерам. Был создан специально для Чарли. Которая в этот момент находилась в Марионетке. А сама Марионетка в Левше. Это был аниматроник для захвата духа Чарли. Дабы удержать ее там и успокаивать благодаря пустышке в микрофоне. И не зря был выбран именно Фребер для этого. Поскольку Чарли всегда любила именно этого аниматроника. Спрингтрап измененный в Скаптрапа. Который может использовать диск для изменения внешности. Или же судя по всему является манекеном. Поскольку в трилогии такое же изменение происходит. Но так что Уильям делает второго себя как Скаптрапа из манекена. Бэйби перевоплощенная в Скапбэйби. Наверняка тоже является использованием диска. Потому что ее структура кардинально меняется. Либо же она каким-то образом умудрилась вселиться в несколько вещей. Тем самым собрав себе новое тело. Как это сделал сам Уильям Фрайтах. Энард в Молтон Фредди. Не так сильно изменился. Разве что у него поменялся дизайн проводов. И взялась откуда-то маска, похожая на Фонтайн Фредди. И конечно же мы уже дошли до ФНАФ 9. Конечно же это Глэм, Рок, аниматроники. О них мне пока нечего сказать. У нас там есть Монти, Фредди, Чика, Роксана. А также Луна и Солнечный Человек. Я на все 100% уверена, что это все создание самого Афтона. Так как только он по всей истории Фрайтов делал волков. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь вам понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok